Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Комнатный Рыцарь. Слышите ли вы нас на различных подкаст-площадках, либо смотрите ли вы нас на стриминговых сервисах? Здравствуйте! С вами сегодня мы в более простом образе. С вами Ярослав Юрьевич. Здравствуйте! Спасибо, Михаил Иванович. Очень приятно, очень приятно. И тут давеча произошла такая ситуация. Вы помните то, что мы делали обзор на еду из северного оленя? Скажем честно, мы приобретали ее на сайте магазина Дикоед, который является продавцом именно дичи. Ссылка в описании. Да, теперь ссылка в описании, потому что так произошло, что Дикоед прислали нам ништяков. Ну и мы вообще были удивлены, что на самом деле наши кулинарные потуги, они менее популярны, чем другие форматы видео, но все-таки очень приятно стало. И в итоге сегодня первое такое, можно сказать, спонсорское видео с фирмой Дикоед. Все ссылки, как мы говорим, в описании. И что мы приготовили, Ярослав? Сегодня мы приготовили... А я даже не знаю, как это назвать. Не, ну то, что мясо бобра. Бобра! А вот конкретный рецепт... Да, конкретный рецепт. Названий у него нет. Даже названий у него нет, потому что мы испытали некоторые сложности. Про мясо бобра, то, что оно было потреблением в пищу у человека очень давно, это все знают. В средневековье его потребляли монахи, потому что думали, что бобер это рыба, значит его можно есть. В пост? Да, есть можно в пост. Да, да, да. А пост это вещь действительно очень строгая. Между прочим, как раз именно на церковной кухне рождались те самые знаменитые рецепты. Приготовить рыбу так, чтобы она была похожа на оленину, или из белой рыбы сделать белок яичный, а из его икры сделать желток. То же самое и с бобром как раз-таки. Мне вспоминают сейчас некоторые японские кухни, которые супер дешевые, быстрое приготовление. Там какая-то вот икру капаешь, вот это все. Да, да, да. Какая-то химия на химии. Да, да, да. Молекулярная кухня. Как сделать икру, там, покапав что-то в воду. Это да, но японцы, они умеют. А еще есть молекулярная кухня, но это уже высокая. Ну это совсем уже, это не для нас, у нас там, не знаю. Не, ну это знаешь, бобер со вкусом лося, этот суфле из бобра со вкусом лося, как-то так. Да, это что-то странное. Ну, знаешь, у нас верх кулинарного искусства. Короче, мясо со вкусом овощей, овощи со вкусом мяса, что-то там дорого. У нас с тобой верх кулинарного искусства, это варящиеся пельмени и лаврушки, да. Кстати, между прочим, в Северной Америке индейцы из-за бобровых шкурок, когда уже прибыли европейцы, они с ними торговали, из-за бобровых шкурок сами настоящие воины разворачивались. Потому что это был действительно ходовой товар. Но не об этом. Бобер. Мы его решили приготовить. Рецепты искали. Помимо тех, что есть в мануале и в кулинарной книге на сайте Дикоед, мы подумали, надо что-то оригинальное. Пытались найти, не получилось. Можно считать то, что мы сделали экспериментом. Естественно, мы отталкивались... Нет, определенно кое-что мы нашли. Ну да. Мы определенно что-то нашли, но в основном мы отталкивались именно на возможности обработки пищи, приготовления ее, то, что было в Средневековье. Что в плане продуктов, что в плане способов приготовления. Поэтому сегодня у нас довольно-таки простое блюдо получилось. Очень простое блюдо. По ингредиентам особо не заморочено. Да, очень простое блюдо. Ну, кроме, конечно, самого бобра. Кроме самого бобра, ты что? Я, кстати, знаешь, чего самое больше всего удивляю? Что бобер оказался, ну, не жестким в плане нарезки и всего остального. Ну да, он и нарезался, и нанизывался. Да, а давай расскажем, что мы делали. Как раз что нам понадобилось? Сначала мы перечислим все ингредиенты, которые использовали. Собственно, это мясо бобра. Это бекон, в котором мы будем его заворачивать. Морковь, естественно. Причем, говорит, я бы накладывал моркови примерно столько же, сколько и мяса. Говорит, если не хотите, можно использовать еще и картошку. Картошка не исторична. Да, в нашем плане, потому что она была уже известна в период эпохи Возрождения, 16-17 век, поэтому мы использовали морковь. На самом деле, морковь должна быть желтой, хотя есть источник с оранжевой морковью, но споров очень много, потому что вдруг краска у художника закончилась. Ну да, поскольку на эти желтой морковь чистятся, ну, на каждом шагу она не продается, поэтому, как всегда, мы используем красный. Да. И лук. Два вида. Да. И говяжий бульон. Говяжий бульон. У меня, кстати, матушка запасает. В Америке, например, стандартная процедура делать бульон и замораживать его. Да, его можно покупать. Да. Я, кстати, недавно, вот именно в таких коробках, как вино Анапа продается и сок какой-либо, оно там просто продается бульон. По-моему, я у нас где-то даже видел, что тоже начали такое... Где-то я видел бульон говяжий, вот консервированный. Вот я не видел, у меня матушка прям вываривает его, замораживает. Ну, естественно, домашний это лучше то же самое, что холодец. Да, домашний все лучше. Говорит, это даже вспоминается, у нас на работе был, когда, говорит, американцу одному не понравился холодец. Говорит, да вы, наверное, магазин пробовали или прочее. В общем, приготовили, говорит, хорошо, что это было под Новый год. Он, кстати, по-русски очень хорошо разговаривал, на удивление даже. Ярик просто в цупе работает. Да, ну, говорит, все, на работе все. Каждый раз повторять одно и то же. Говорит, все уже поняли. Все должны знать, на ком космос держится. Вот. И, в общем, приготовили. К сожалению, это произошло буквально перед Новым годом. И уже с ним, после передачи ему холодца, уже поговорить так и не удалось. Ну, надеюсь, ему понравилось. Ну, и что мы делаем с теми ингредиентами, которые у нас были? Сначала мы все заранее нарезаем, как мы уже советовали. Говорит, чтобы потом не возиться. Особенно здесь, хоть ингредиентов немного, но вот сейчас сам этап. Мы сначала обжариваем, обворачиваем бобра в бекон. И используем либо палочки какие-то, либо, говорит, зубочистки. Зубочистки, чтобы бекон на нем лучше держался. И обжариваем это. У нас, конечно, не очень красиво получилось, говорит, как говорят. Вот. Но вот мы его сначала обжариваем до румяной корочки, прям хорошей. И откладываем. Ну, все это мы делаем, естественно, в одной таре. Ну, вторая тара, разве что. Можете использовать ту же миску, с которой будете есть. Туда отложите бекон. Бобрятина с беконом. Вот. А после этого, на том, что натопилось с этого бекона и бобра, говорит, мы в этом начинаем обжаривать лук. Мы использовали обычную луковицу, вот, репчатый лук и лук-порей. Я подумал, что, в принципе, в таком месте подошла бы картошка. Но я уж подумал, что лучше пускай будет лук-порей. Я не знаю, почему ты все время хочешь заменить картошку лук-пореем. Потому что, когда ты его нарезал, он не весь рассыпается, а становится такими крупными пусками. Он все равно в итоге становится такой же, как обычный лук. Мне нравится. Просто длиннее вот такие вот сопли получаются. Если помнишь на том видео. Ладно. Ладно. Ну, мне понравилось все равно. И после этого мы доводим его до прозрачности. И добавляем морковь. Причем, после того, как добавляем морковь, сразу же... Чеснок. Да. Можно чеснок. Можешь сейчас, можешь чуть попозже. Ну, лучше, говорит, лучше заранее, чтобы он тоже пассеровался вместе с луком. Кстати, хочу заметить. Лук, мы, как и морковь, мы рубили буквально крупно, не мелко делали, а прям рубили. И чеснок мы даже не резали, мы его тупо раздавили. Да, он все равно удаст хорошего. Да. Если кому-то не хочется крупного чеснока, или можно использовать сушеный, тогда уже добавляйте, когда уже в бульон. Да. После того, как мы, ну, довели лук до того, что он стал прозрачным, засыпали чеснок, морковь, сразу заливаем бульон. Да, и перца добавляем. Тут уже какой хотите, можете красный перец добавить, можете стандартный перец, тот, который вам больше нравится. Да, мы использовали обычный черный перец, который Ярик принципиально просто молит перед тем, как добавлять. Ну, потому что какой сразу аромат. Я согласен, я согласен, прямо. Яж до слез пробивает. И ждем, пока она начнет подзакипать. Да, как только она закипает, кладем туда веточку свежего тимьяна. Тимьяна, прямо она, прямо, елку дается. Тимьян или, смотри, елочку вот эту. Вот это клевая елочка, внизу, если что, текстовая версия рецепта. Ну, да. В общем, и с... А, важный этап. Мы немножко переборщили с бульоном, когда заливали. Смотрите, чтобы он не покрывал все прямо вот с лихвой. Да. Потому что сейчас, на этом этапе, мы кладем то, что вот обжаренные кусочки бобрятины, завернутый бекон, мы кладем обратно. И вот я на этом этапе думал, что воды нормально. Но оказалось, ее даже слишком много. В общем, слегка их, чтобы притопило. И ставим это все в духовку или около огня на 30 минут. Да. В духовку, в другой ситуации, в угли. Если есть у вас, ну, не знаю, вы на какой-нибудь фестивале, где есть глиняная печь, либо у вас есть рукастые соклубники, которые могут сложить эту глиняную печь, между прочим. Ну, или просто говорят, слушай, а можно, конечно, заморочиться, это все делать в горшочке? Можно. И поставить около огня, чтобы это не делать в печь. Ну, тогда здесь больше, чем одна тара используется. Больше, чем одна тара, да. И в чем-то надо обжаривать. Мы поставили на 190, насколько? На 190 градусов. 190 градусов. Главное, чтобы оно вскипело. И, говорит, можно на огне держать, чтобы оно подвыцепилось до большей густоты. Да, до большей густоты. И на полчасика. Можно, в принципе, и больше. Можно, в принципе, и не на духовке делать, а на газовой плите. Просто самое главное, не трогайте ее, не перемешивайте ничего. Да, да, да. Прям просто кладете сверху и даете этому все доходить. Да. Если будет картошка, то картошка этим еще всем пропитается. И после того, как это все, собственно, приготовилось, там все размекает так клево. Идет вот такой аромат сильной елочки, овощей и бульона. Причем беконом очень сильно. Да, бекон у нас какой-то ядреный попался. Ну, и у нас получилось. Да, мы не добавляем соли, кстати. Мы не добавляли соли. Соль есть в беконе. И в бульоне еще. Но если вдруг ее не хватит, ее можно всегда добавить. Всегда можно уже после того, как наложили. И мы не пробовали. Да. Вот оно. Прям густое. Наверное, именно в этот момент можно вытащить палочки. Ну, давай-ка попробуем. Я, пожалуй, начну с бибрика. Я прям откушу с палочкой. Давай. Пока что это, наверное, самая приятная дичь, которую вот мы попробовали. Нету вот этого привкуса в крови прям какого-то лютого. Я удивлен то, что оно... Слушай, я в этот раз посоветовал зрителей. И уже все-таки подержал, отмочил мясо перед этим. Да. Но присутствует... Просто в воде, да? Да, просто в воде. Вот. На самом деле, я, во-первых, удивлен то, что нет вот такого вкуса крови адового, как это было с лосем. Мясо мягкое, постное. Да. И самое главное, нету привкуса никакого ни рыбы, ни болота, ничего такого. Нет. Слушай, рыбий, по-моему, все-таки эта нотка тоненькая есть. Но в основном, ну, за счет бекона, скорее всего, отбивается он. Ну, вот именно, что бекон дает такой говяжий, ой, свиной, извиняюсь. Тут у нас получается и говядина, и свинина, говяжий бульон дает вкус, свинина дает вкус. Мне вспоминается, когда-то был в Павлово-на-Оке, там, я знаю, что делают уху на вот то же самое, на курином с бульоном. То есть, берут стерлядь и на ней варят уху. Вот у меня тогда был как раз разрыв, что как-то рыба с мясным чем-то, на основе мяса. И вот здесь, по-моему, здесь то же самое получается, если был тут сильный привкус, может быть, рыбы, то здесь он сейчас именно смешался уже со вкусами бекона и говяжьего бульона. Я считаю, нам надо будет что-то из рыбы приготовить как-нибудь обязательно. Либо уху из петуха. Ну, вообще, знаете, мне действительно очень понравилось, интересно. И самое главное, это... Ой, извиняюсь. Вкус моркови, как тебе вот... Сладенькая, да. Нет, вот вкус именно то, что она напиталась. Очень хорошее, очень хорошее. Мне, что больше всего нравится, то, что блюдо выглядит как-то брутально. Да. Как-то, знаете, прям вот такие маленькие тушки пронзенные деревянными кольнями такими. Прям, действительно, все невероятно просто, как оказалось. Все делается в одном котле и выглядит, в принципе, вполне себе очень даже. И... Антуражный, я бы так сказал. Прям чувствуется вайп. Ты зашел, знаешь, такой в лагерь каким-нибудь орком. И они такие... Бабра, ну и что? Если не будешь, то тебя убьем нафиг там. Все остальное. Класс. Мы не знаем, как назвать это блюдо. Фотографии увидите на превьюшке. Как его готовить тоже. Присылайте варианты. Самый понравившийся мы поставим прямо в названии. И в следующий раз, когда будем готовить уже где-нибудь на фестивале, мы его так называть и будем. Да, и самое главное, что здесь, по-моему, мясо не получится, ну, при таком приготовлении сильно испортить, потому что бобер сам по себе мягкий. И он, похоже, вот при такой даже термической обработке, вроде бы, довольно... То он остался, сохранил свое мясо. Да. Что ж, мы взяли, по-моему, мы взяли грудинку. Да, по-моему, да. Да. Ну, мы скинем ссылку, чтобы как раз-таки брали. Никаких промокодов у нас пока что нет. Огромная благодарность магазину Дикоед, то, что решили помочь нам в таком эксперименте, позволили нам взять это мясо совершенно бесплатно. Это реклама магазина Дикоед. А это, как говорится, реклама. Да, огромное спасибо. Мы старались сделать антуражное, брали только аутентичные для средневековья Западной Европы продукты, пытались сделать красиво. Реконструкторы, не ругайтесь, другие люди, которым просто это нравится, наслаждайтесь. С вами были... Модифицируйте, предлагайте. Да, всегда приятно. Люди говорят, вот, а мы добавили вот этого, а мы добавили вот этого. И говорит, еще вкуснее получилось. И мы это тоже попробуем. И в нашу группу ВКонтакте еще скидывает фотографии, что они сделали. Слушай, надо будет потом устроить какое-нибудь соревнование рецептов, модифицированных рецептов подписчиков. Да, да, да. Типа мы сделаем подборочку какую-то рецептов, сделаем их по вашей измененной рецептуре и оцениваем это. И оцениваем. Да, оцениваем будем не мы, оценивать будут другие судьи, которые... Кстати, можете. Да, да. Но сперва мы сделаем... На том же фестивале можно такое снять. Да. Но сперва мы сделаем как раз-таки конкурс на 100 тысяч, который у нас должен быть. Вот это бы да. Да. Тому что, тоже запасно. Что ж, огромное спасибо вам за просмотр. Спасибо большое фирме Дикоед за предоставленные продукты. С вами были эти невероятные люди. Ярослав Юрьевич. Василий Михайлович. Очень приятно. Проверочное слово сегодняшнего видео. Плотина. Ну, с чем еще ассоциируется бобер? Я хотел бы... Надо. Все. А я только хотел пошутить. Я не буду спрашивать, с чем у тебя ассоциируется слово медведь. Все, тихо. Спасибо большое, дорогие друзья. С вами были группа... Канал Комнатный Рыцарь. Творческое объединение Roll of Doom. Всего вам доброго, дорогие друзья. Ави Мария. И приятного аппетита. Приятного аппетита. Творческое объединение Roll of Doom. Очень приятное аппетита. Субтитры подогнал «Симон». Продолжение следует...